Александр Бастрыкин уже 10 лет живет с диагнозом сахарный диабет. Никаких жалоб на ухудшение зрения не было до недавнего времени. Все нормально, вроде нормальное зрение было, как у сокола. Телевизор могу, а газету только, что газету увидеть смогу и все. Резко подзначил я и из-за этого обратился. Александр совершил ошибку, как и все пациенты-диабетики. Пока зрение не подводил, а на консультации не приходил. Хотя проверяться нужно каждый год. Пациенты должны знать, что любой пациент, имеющий диагноз сахарный диабет, находится в группе риска по слепоте. Поэтому, несмотря на высокие визуальные функции, пациент имеет риск развития слепоты. Причем риск развития слепоты у них выше в 25 раз чаще, чем у людей в общей популяции. На консультации у пациентов проверяют остроту зрения, внутриглазное давление и осматривают глазное дно специальными линзами. Все это помогает уже на ранних стадиях увидеть не только кровоизлияние, изменение сосудов, но и утолщение сетчатки глаза. Таким образом, можем очень серьезно рассчитывать на то, что будет обеспечена полная профилактика слепоты от диабета. К сожалению, вылечить диабет мы не можем пока. Но это и не наша задача. Но обеспечить профилактику слепоты от диабета, чтобы люди как минимум не ослепли от диабета, это наша задача, мы ее выполняем. С момента запуска программы «Диабет. Сохраним зрение» уже 65 человек получили консультации. Для записи на бесплатное обследование все пациенты с сахарным диабетом могут до 31 марта обратиться по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.